Я в принципе уже снимал видео, но есть опубликовано, как я настраивал трехточечную навеску и в частности плуг. Но вижу многое интересно, более конкретно. Еще хочу рассказать, какие основные моменты настройки плуга и навески, как делаю я. И у меня все хорошо получается, как видите, даже плуг спашет без опорного колеса. При том, что на мой мини-трактор имеет подвеску пружинную, то есть там все на пружинах играет. Здесь есть свободный ход и вот с плавающим режимом, который там вот так реализован с пружиной и цепкой. Ну то есть все хорошо работает. Почему я еще так скажу несколько слов, почему я не ставлю опорное колесо? Потому что в этом случае получается максимальная догрузка задней оси. При этом мини-трактор меньше буксует и развивает большую тягу. Ну и плюс, меньше надо всего делать. Кстати, на колесо не надо тратиться. Так вот, какие основные правила я использую? Первое. Когда плуг уже вошел в землю, то нижние тяги должны быть параллельны земле. Не вниз, не вверх, а вот так параллельно земле. Это говорит о том, что угол атаки плуга максимально эффективно подобран и нет никакого лишнего сопротивления. То есть, если будет у вас в рабочем положении уже в плуге, в борозде, центральные, нижние тяги будут не параллельны, а вот тут выше. Это означает, что плуг хочет еще дальше пойти в глубину, но только ему это не дает сделать угол атаки. То есть, угол атаки плуга в этом случае будет малый. Если будет наоборот, вот так вниз, нижние тяги, значит угол атаки плуга слишком большой. Надо его уменьшить. Ну, там есть ролик, как его уменьшить, это с помощью центральной тяги. Второй ключевой момент, это, вот видно, нижние тяги и центральная тяга. Как видите, они не параллельны. То есть, крепление центральной тяги на манитракторе ниже, нежели на плуге, грубо говоря. Для чего это сделано? Для того, чтобы плуг при опускании уменьшал свой угол атаки. То есть, в таком варианте, на какой-то глубине определенной, плуг стабилизируется. Его угол атаки будет такой, что нижние тяги, скажем так, не дадут ему больше заклубляться. Они его будут выдергивать из земли. То есть, вот важный момент. Здесь высота меньше, чем здесь. Если у вас будет другой вариант, они параллельны или наоборот, вы никогда не стабилизируйте плуг. Никогда. То есть, если будет здесь высота больше, нежели здесь, то этот плуг будет иметь угол атаки при поднимании больше, нежели при опускании. Такой плуг никогда, в принципе, не можно стабилизировать. Вы не ставите там опорное колесо, чтобы он там не лезет туда, не сюда. А он вообще не лезет в землю, когда его опускают на землю. То есть, угол атаки плуга на поверхности земли малый, и он не позволяет плугу зайти в землю. А когда уже он вошел в землю, тогда его невозможно вытянуть, потому что он все глубже и глубже идет, потому что с глубиной угол атаки увеличивается. Вот. Такие простые моменты, но здесь надо хорошо разобраться и вот так сделать. И все. И здесь никаких проблем не будет. Скажу, что я стараюсь всегда регулировать плуг, начиная с меньшей глубины. То есть, как я выставлял. Я сначала, видите, у меня есть здесь регулировочные отверстия. Сначала я ставил нижние тяги вот в эти отверстия. Ну и, соответственно, я там переставлял верхнюю центральную тягу. Вижу, что малая глубина пахоты. Что я сделаю? Я тогда увеличиваю угол атаки центральным винтом. Увеличиваю и смотрю, что нижние тяги уже стали параллельны земле, но все равно глубина малая. Здесь уже угол атаки ничего не поможет. Вы можете, в принципе, увеличивая угол атаки, добиться того, что нижние тяги станут вот таким, в таком положении. И трактор будет пахать, и все будет хорошо работать. Но тогда возникает дополнительная сила сопротивления плуга, которая только дает нагрузку на трактор. А глубина пахоты остается такой же, как и была. То есть это неэффективно. Потом, что я делаю? Смотрю, что глубина малая. Значит, переставляю на эти отверстия. Соответственно, и центральную тягу так же сам. И потом регулирую центральным винтом, добываясь такого положения, чтобы тяги были параллельными. И плуг стабилизировался на нужной мне глубине. Все. Все нюансы. Если кому-то еще будет интересно, пишите в комментариях. Расскажу более детально, что все там упустил. Вот так, в принципе, у меня все работает. На двух мини-тракторах я вот так регулирую, так дело. Все пахал без опорного колеса. Да, не только пахал. Все операции проводил без опорного колеса. Единственный момент, когда картошку копали там. У соседей было на одной глубине, а у меня на другой. Тогда я ставил опорное колесо и делал угол атаки орудия побольше, чтобы просто не регулировать только колесом там на разных огородах. Регулировать глубины. Если эта информация была вам полезна и помогла вам, то не стесняйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. И спрашивайте в комментариях, если что-то еще более конкретно хотите узнать.